Татьяна Полякова. Невеста Калиостро. Я в третий раз перечитывала фразу древнекитайского мудреца, путаясь в хитросплетении чужой логики, и пыталась не обращать внимания на Юльку, которая, заваривая чай по обыкновению, говорила без передышки. Последнюю строчку я прочитала вслух, и Юлька насторожилась. — Что? — переспросила она и даже нахмурилась, намекая на титаническую работу мысли. — Благородные души, остерегайтесь делать добро, — охотно процитировала я. — Почему? — еще больше нахмурилась Юлька. — Потому что творящий добро не ради славы так или иначе удостоится ее. Сама по себе слава не ищет награды. Однако со славою непременно придет и награда. Награда сама по себе чужда борения, но в конечном итоге борьбы не избежать. — А посему? — вздохнула я. — Остерегайтесь делать добро. — Что за гадость ты читаешь? — проворчала подружка. — Пораженческая идеология чужда молодому поколению россиян. У нас впереди светлое будущее, которое мы построим своими руками. — А здесь что? — Ничего не делай, и жизнь, считай, удалась. — И что плохого в борьбе? — Не знаю, — вздохнула я. — А чего хорошего? — Ты меня с ума сведешь, — всплеснула руками Юлька. — Сидит, читает какую-то ерунду и на меня тоску нагоняет. — Я пытаюсь отвлечься от твоих сумасшедших идей, — пожала я плечами. — Что в них такого сумасшедшего? — возмутилась подружка. — Все. Я решила быть лаконичной, но, усмехнувшись, добавила. — Тебе никто не говорил, что врать нехорошо? — я кивнула на газету, лежавшую на столе. — Юлька ошмыгнула носом, потом его потерла, покусала ноготь и пленительно мне улыбнулась. — Это не вранье. — Это рассказ о событиях, которые вполне могли бы иметь место. После мгновенной заминки нашлась она. Я вновь усмехнулась. — Ага. Только ты написала не художественное произведение, где можно фантазировать на здоровье, а статью. И хоть ваша газета давно зарекомендовала себя как на редкость глупая... — Не тронь святое! — ахнула Юлька и засмеялась, махнув рукой. — Ну, чего ты придираешься? — Начало лета. Люди только о помидорах и думают, сидя на своих дачах. Их сейчас ничем не проймешь, кроме этих помидоров. А писать о чем-то надо. Я тебя уверяю. Моя статейка — самое то для дачного чтения. Надо сказать, Юлька была самокритичной к своей газете и к личному участию в ней относилась с иронией. Мне это было не всегда понятно. Оттого мы с Юлькой часто спорили. Она призывала меня относиться к жизни легко, больше думать о личном счастье, а все остальное, по ее мнению, приложится. Последнее время у нас с личным счастьем было не то чтобы скверно. Скорее никак. Юлька рассталась со своим парнем месяц назад, я со своим чуть раньше и после бурных выяснений отношений к новому роману не особо стремилась. Юлька свято верила в любовь, которая подстерегает ее за ближайшим углом. Вообще-то наши взгляды на жизнь мало похожи, но это не мешает нам дружить много лет. Мы вместе ходили в детский сад, а потом в школу, став одноклассницами. Дружба проверена годами. И стычки, которые время от времени происходили между нами, нанести ей урон не смогли. Сегодняшний спор вышел из-за статьи в газете, которая лежала в настоящий момент на столе. На двенадцатой странице помещена фотография какого-то придурка в плаще с капюшоном, скрывавшим его лицо. В левой руке у него толстенная свеча, в правый меч, который он держит таким образом, что сразу не поймешь, меч это или крест. Заголовок тоже порадовал. Что скрывается за тайным обрядом? Статья на всю страницу, внизу подпись Ю. Аболенская. Вообще-то Юлькина фамилия Пучкова, но печатается она под псевдонимом. Взгляд мой уперся в один из абзацев, и я покачала головой. Подруга это, конечно, заметила. — Ну что ты в самом деле? — вздохнула она. — Отнесись к этому как к шутке. — Твой редактор чокнутый. — не удержалась я. — Не-а. Он умен и циничен, о чем тебе доподлинно известно. Юлька весело мне подмигнула, а я вновь вздохнула, но уже по другому поводу. Я имела неосторожность однажды заглянуть к Юльке на работу, познакомиться с ее шефом. С тех пор он не оставляет надежды уложить меня в постель. Его идея у меня отклика не находит. А телефон забит СМСками примерно такого содержания. «У тебя потрясающие глаза» и так далее. Если верить этому типу, во мне потрясает все, даже уши. — Юля! — голосом мученицы начала я. — Твой шеф-придурок, ты сама абсолютно безответственное существо, а эта статья — идиотизм чистой воды. Беда в том, что непременно найдется дурак, который во все это поверит. — Ну и на здоровье! — хихикнула Юлька. — Собственно, и мне ничто не мешало махнуть на данный шедевр рукой и поскорее забыть о нем, но странное дело не получалось. По неведомой причине и дурацкая Юлькина статья, и неизвестный тип на фото внушали мне смутное беспокойство, тем более непонятное, что я доподлинно знала — все в этой статье выдумка, и натолкнула Юльку на мысль написать все это я сама, затеяв три дня назад разговор о мистических обрядах. Юлька проявила повышенный интерес к теме, и вот результат. Раз в неделю она пишет в рубрику «Непознанное» об инопланетянах, оборотнях и снежном человеке, так что ее интерес к нашему тогдашнему разговору вполне понятен, и я ничуть не возражала бы, опиши она какой-то ритуал, но на этот раз Юлька пошла дальше. Если верить ее статье, а верить ей я, конечно, не собиралась, в нашем городе существует тайное общество, члены которого раз в месяц собираются в укромном месте и совершают некий обряд. Далее следовал намек на явную неприличность действа, однако вдаваться в детали Юлька не стала, дав понять, что ее источник побоялся раскрывать все тайны. «Они что, дьявола там вызывают?» — съязвила я, не удержавшись. Статья была перед глазами, и я против воли, то и дело к ней возвращалось. «Не надо конкретизировать», — хихикнула Юлька. «Пусть каждый вообразит, что ему больше нравится». «Тебе должно быть стыдно». «Возможно. Но почему-то не стыдно». «Ты сумасшедшая!» — сложив газету, вынесла я вердикт. «Помнишь, что сказал Умберто Эко?» «Он постоянно что-то говорит. Я за ним не поспеваю». «Первый признак безумца. Он непременно приплетает к делу тамплиеров». «Ты бы хоть подумала, какие могут быть тамплиеры в России? Откуда им здесь взяться?» «Ой, не скажи. Во-первых, я упомянула о них между делом и без нажима. Во-вторых, у нас всякой твари по паре. Почему бы и тамплиером не завестись? К примеру, сбежали из Франции в революцию. Ну и осели в России, матушки, с каким-нибудь артефактом. А во Франции они откуда взялись?» Я продолжала язвить, хоть и чувствовала всю бесполезность этого занятия. «Орден прекратил свое существование еще...» «Лизонька!» — взмолилась Юлька. «Не надо исторических подробностей. Про Филиппа Красивого ты мне в прошлый раз рассказывала. И про клятых королей я читала. Кто-нибудь из рыцарей спасся и артефакт припрятал. Так всегда бывает. В романах уж точно. В романах сколько угодно. Но ты пишешь о тайном обществе, которое якобы реально существует в нашем городе. «Отнесись к этому как к роману!» Беспечно засмеялась подружка. «А если этой глупой статьей ФСБ заинтересуются? Тайные общества как раз по их части». Юлька на мгновение задумалась, но потом рукой махнула. «Не смеши. Наша газета известна своей правдивостью. Будут они на всякую чушь внимания обращать. А обратят? Что ж, честно признаюсь, что все выдумала». Я кивнула и вдруг сказала то, что произносить вовсе не собиралась. «Знаешь, мне как-то не по себе». Юлька смотрела на меня в изумлении, потом спросила. «В смысле?» «Сама не пойму», — вздохнула я. «Какое-то предчувствие». «Э-э-э-э, ты это брось!» Юлька схватила газету и сунула ее в мусорное ведро. «Вот и все. Забыли». «А что это за тип в капюшоне?» — не унималась я. «В интернете фотку нашла. Он-то тебе чем не понравился?» «Я от него в восторге». «Знаешь что, завязала бы ты со всей этой чертовщиной». «Не могу, мне за нее деньги платят», — хмыкнула Юлька. На следующий день я забыла и о нашем разговоре, и о Юлькиной статье. День выдался суматошный. В девять утра я уже была в студии, где мы записывали цикл передач об истории родного города. Передача выходила по пятницам, шла 20 минут, и второй сезон пользовалась популярностью. Особых доходов мне это не приносило и являлось скорее хобби. Я окончила истфакт университета, собиралась преподавать в школе, но меня пригласили на местное телевидение, где я проработала редактором около года. Потом знакомый предложил организовать собственное дело — рекламное агентство. Я согласилась попробовать, и впоследствии ничуть об этом не пожалела. Теперь агентство приносило вполне приличный доход. Пару лет назад у руководства канала, где я некогда работала, возникла идея сделать передачу «Страничка истории», и вспомнили обо мне. Идея показалась мне интересной. Сначала предполагалось, что я буду писать сюжеты, потом меня утвердили на роль ведущей. Так я стала звездой экрана областного масштаба. Мой приятель, а теперь и компаньон, отнесся к этому с пониманием. Так что мне пока удается совмещать приятное с полезным, хотя наблюдается дефицит свободного времени. Записывали передачи на месяц вперед, то есть сразу пять сюжетов подряд. И остальное время я посвящала работе в агентстве. Конечно, к передачам приходилось готовиться, но теперь у меня было две помощницы. К тому же готовилась я по вечерам и выходные. И у Вадима, так звали моего компаньона, повода сетовать не было. Тот вторник, как я уже сказала, выдался суматошным. Среда оказалась не лучше, пришлось ехать в район. По дороге у меня сломалась машина. Клиент попался на редкость бестолковый. И сам не знал, чего хочет. Вернулась я ближе к полуночи. В четверг отогнала машину в автосервис. Потом встречалась с клиентами, утверждала эскизы и только в пятницу смогла немного передохнуть, потому что к обеду появился Вадим. Всю неделю он был в Москве. Мы вместе поужинали, а потом я забрала свою машину из автосервиса. В половине десятого я вернулась домой и поняла, «Лучшее, что я могу для себя сделать, это пораньше лечь спать». Зевая во весь рот, я выпила чаю, постояла под душем и устроилась в постели, прихватив с собой книгу. Прочитать успела пару страниц и не заметила, как уснула. Мне снилось, что я на необитаемом острове. Лежу на абсолютно белом песке. Надо мной пальма. А на пальме висит телефон и надоедливо трезвонит. Я гадала, откуда телефону взяться на необитаемом острове, пока не проснулась и не поняла, что телефон и впрямь звонит, и не где-нибудь, а у меня в прихожей. В спальне было уже темно. Я долго пыталась попасть ногами в тапки, чертыхнулась и заспешила в прихожую, по дороге включив свет и взглянув на часы. Половина двенадцатого. Я притормозила, прикидывая, стоит ли отвечать. Сегодня пятница. Наверное, кому-нибудь из друзей пришла в голову очередная гениальная идея, которая, скорее всего, выльется в бессонную ночь, а я собиралась выспаться как следует. Тут включился ответчик, и я услышала Юлькин голос. — Лизка, сними трубку. Трубку я сняла. С Юлькой мы не виделись с понедельника и даже не перезванивались. Только раз в день обменивались посланиями. — Как дела? — Нормально. И это было не совсем обычно, потому что и она, и я любили поболтать и по вечерам. Если не могли встретиться, непременно звонили друг другу. — Привет! — сказала я, борясь с зевотой. Юлька обошлась без приветствия. — Можешь за мной приехать? — чуть ли не шепотом спросила она. Голос ее звучал как-то странно, но в первый момент я не обратила на это особого внимания и только ответила. — Совести у тебя нет. — Приезжай побыстрее, — сказала она. И вот тогда я заметила, что ее голос звучит так, точно Юлька перепугана насмерть и держится из последних сил. — Куда приезжать? — вздохнула я, пытаясь отгадать, чем она занята, а главное, что могло поколебать ее веселое безразличие ко всему на свете. — Кафе «Перископ» знаешь? Она еще больше понизила голос, так что теперь я с трудом разбирала ее слова. — Ну? — Поставь машину с торца, там кусты. — Тачку не глуши и не высовывайся. — Как подъедешь, позвони, я выйду. Юлька отключилась, а я в недоумении покосилась на трубку в своей руке. — Чего она дурака валяет? — с обидой спросила я, за неимением другой аудитории, обращаясь к телефону. Аппарат скромно помалкивал. Я перевела взгляд на зеркало, где отражалась моя физиономия, помятая и совершенно несчастная. В голову пришла крылатая фраза «Сам погибай, а товарища выручай». Я кисло улыбнулась, пожалела себя еще немного и пошла одеваться. Ночь стояла теплая. Выйдя из подъезда, я взглянула на небо, где между верхушками деревьев притаилась луна, и решила, что Юльке по большому счету следует сказать спасибо. Грех спать в такую ночь. Захотелось пройтись по улице, где в свете фонарей на асфальт падали причудливые тени, и слушать звук своих шагов в гулкой тишине. Я подумала, что если в самом деле пройтись пешком. Но кафе было довольно далеко, рядом с вокзалом, и идти туда ночью точно не следовало. К тому же заговорщицкий Юлькин шепот меня смущал, хотя я не очень переживала, уверенная, что ночной звонок ее очередная глупая выходка. Не впервые я спешу на выручку к подружке, и каждый раз дело выеденного яйца не стоило. Тьфу-тьфу, не сглазить бы. Я покосилась на свою машину, которая была на стоянке тут же во дворе, вздохнула и направилась к ней. Заберу Юльку. Прогуляться можно потом. Вдвоем это даже приятней. Выехав на проспект, я убедилась, что прогуляться по ночным улицам пришло в голову не только мне. Такое впечатление, что половина жителей нашего города наслаждается летней ночью. Впрочем, чему удивляться, раз сегодня пятница. Парочки, компании по три-четыре человека, в основном, конечно, молодежь, но встречались люди постарше и даже пенсионеры. На светофоре я свернула и начала спуск к вокзалу. Слева возникла Троицкая церковь. В свете прожекторов, похожая на гигантское пирожное со взбитыми сливками, дальше стена старого кладбища и опять поворот. Здесь к вокзалу спускается лестница, казавшаяся в темноте бесконечной. На троллейбусной остановке двое подростков гоняли пустую банку из-под пива. Еще один поворот. Кафе где-то здесь. Я увидела вывеску и собралась тормозить, но, вспомнив слова Юльки, проехала до конца здания и, только свернув, остановилась, бормоча под нос. Глупость какая! Потом достала телефон и набрала номер подруги. Ну вот я приехала, сказала весело и услышала в ответ короткие гудки. Покачала головой и не успела убрать телефон в сумку, как увидела Юльку. Она как раз вывернула из-за угла и бросилась со всех ног к машине. «Гони!» выдохнула она, захлопнув дверь. И я рванула с места, хоть и собиралась для начала спросить, что происходит. «В переулок, там темно, номер тачки не увидят», бормотала подружка то ли себе, то ли мне. Я свернула и покосилась на Юльку. Она сидела нахохлившись и напряженно глядя в зеркало. Проскочив переулок, мы оказались на улице Мира, широкой, освещенной, со стайками молодежи на тротуаре возле кинотеатра. Я резко затормозила и обратилась к подруге. «Ну и в чем дело?» «Чего ты встала?» зашипела она. «Сматываемся отсюда побыстрее». «И не подумаю, пока не объяснишь». Я не договорила и поспешно тронулась с места. Выражение лица у Юльки было такое, что я решила повременить с вопросами. Вне всякого сомнения, она была здорово напугана, хотя напугать Юльку было не так легко по причине ее абсолютного пофигизма, а также склонности к авантюрам, которые с ее точки зрения придают жизни необходимую остроту. «Куда?» — со вздохом спросила я. «Домой?» — пожала она плечами. «К тебе или ко мне?» «Лучше к тебе». Она все смотрела в зеркало, и это действовало на нервы, потому что против воли и я начала бояться неизвестно чего. Субтитры создавал DimaTorzok